Так, 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 неужели никого нету в прямом эфире? Так, приветики, Анастасия, Насюшка, вижу тебя моя хорошая. Привет, 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 привет. Приветики всем, мои дорогие, вы не улетели? Не улетела, вы представляете, до сих пор сижу в гостинице. Слава Богу, что дали гостиницу, вот, сидим, вот в 9 часов вечера мы должны были выехать в аэропорт, с гостиницы мне сейчас позвонили и сказали, что заберут только в 4 часа утра нас, вот так вот, прилечу в Китай только утром завтра, 8 числа, вот, к сожалению, вот так вот сижу, кукую в гостиницу, но гостиница, конечно, правда, очень хорошая, попалась хорошую гостиницу, дали и питание, и все, ну ладно, потерплю. Я была, конечно, настроена, что завтра уже, мне уже, некоторые сейчас будут звонить и отменять все мои завтрашние дела. Марина, ты станешь классно выглядеть, спасибо вам большое, все, задавайте вопросик, вопросики я вам буду отвечать, если у вас есть там какие-то вопросы, то я с удовольствием. Вы представляете, не погуляла в городе, потому что я вышла на улицу, пошла, мне так жарко стало в этом платье, что я даже до транспорта не дошла, и думаю, буду там искать этот Зару или какую-нибудь там, и думаю, ну, в общем, было очень жарко, решила вернуться в гостиницу и сидела в гостинице, не поехала никуда. Город никак не могу показать, потому что никуда не поехала, к сожалению, я весь багаж сдала, а вот, а потом уже нас привезли в гостиницу, то есть у меня с собой ничего не было, ни ручной клади, ничего у меня, вообще ручной клади я не люблю брать, потому что иногда в аэропортах, особенно в больших аэропортах очень много, и долго надо идти до своего гетто, а вот, ну и поэтому, а потому что мне подружка позвонила и сказала, что в Гуанчжоу холодно, что сегодня дождь идет. Вот я и решила, думаю, ну, в автобусе очень холодно, вот, как бы у них кондиционеры, в аэропортах везде холодно, в самолете тоже, в принципе, не тепло, а вот, думаю, прилечу, там тоже холодно, и как бы вот по погоде, типа, оделась, а получилось, что не улетела. Тата не вышла замуж, кто сказал, что она вышла замуж, скажи, худею, я вам скажу, я начала таблетки принимать, БАДы, вот, и если я, правда, очень хорошо похудею за три месяца, то я потом буду предлагать вам эти БАДы, вам если не похудею, то, ну, скажу, что я сейчас сначала на себе попробую все, вот, и буду рассказывать вам про все свои ощущения, как я себя чувствую, как они работают, насколько я худею, а вот. Начала пить буквально вот несколько дней назад. Главное, чтобы 8 марта в гостинице не встречают. Так я встречаю ее в гостинице, только ночью забирают нас. У нас между, между нами пять часов разницы, то есть, сейчас у меня почти 10 часов вечера, вот, а забирают меня только в 4 утра. Валера помогает дочери, да, Валера помогает дочери, это правда. Марина с нашей дочкой что-то не то. А почему? Здрасте из Екатеринбурга. Привет, привет, привет. Где вы сейчас? Сейчас я в Бангкоке, в гостинице, не смогла улететь, потому что опоздали, ну, то есть, не прилетел. Я брала на кенийские авиалинии, и они почему-то не вылетели с Найроби. А вот, опоздали. То есть, вот, и нас отвезли в гостиницу, вот сейчас в гостинице сижу и жду, когда уже нас отсюда заберут. Сказали, что в 4 утра нас уже заберут. Не такая хорошая, спасибо. Тата в Монако, ну, как же что-то в Монако-то, если все знают, пока я не приеду, тата не улетит никуда. Марина, как угадать с размером, хочу заказать у вас платье. А все очень просто. Даже сейчас могу достать, что я без сантиметра. Вообще, у меня несколько сантиметров, везде с сантиметром хожу. Я даже стельки вымеряю сантиметриком. То есть, вы мне даете объем грудной клетки и бедер. Все. Но иногда, если это большой размер, я замеряю еще вот эти места, вот, бицепсы. Потому что у нас, немножко у полненьких, вот, вот, эти места бывают толстенькими. Поэтому еще и вот это замеряю. А если худенькие, то это по стандарту проходит. Не надо ничего мерить там. У вас самое красивое, то есть, спасибо. А где их купить? В Канаде? Нет их. А где их купить? В Канаде нет их. А чего купить-то? Ага, скажите потом по БАДе. Да, обязательно скажу Барзика. Барзикова БАДе? Нет, у Барзикова Лида. Я не Лиду пью, нет, другие. Я пью более натуральные, более дорогие. Мои не очень дешевые, но говорят, что очень хорошие. Африкантовые разводицы. Господи, откуда вы все это берете? Боже ж ты мой. Вот, не знаю вообще. Марина, хочу платье заказать. Вдруг размер не подойдет. Как быть? Обязательно подойдет. Потому что, если вы знаете свой размер, то я не ошиблась. И еще и пришлете мне грудной, ну, объемы грудной клетки и бедер. Марина, ау, за дочкой смотрите. Приват неадекват. Давайте за собой смотрите лучше. У дочки все нормально. Так, вы одна. Да, я одна. Одна, совсем одна. Я вас предупреждала с теми авиалиниями, да, авиалинии, конечно. Я даже, на самом деле, не думала, что может быть задержка так надолго, прям вот. Чуть ли не на полсутки. Надеюсь, что больше не задержут. Надеюсь, хотя бы в 4 уже уедем отсюда. А, в Канаду тоже посылайте. В Канаду, в Америку я еще не смогла. Если только родственники у вас есть в России, кто-то вам привезет. Но в Европу я нашла, как поотправлять. Вот в Европу уже отправляю. А в Канаду что-то и в Америку боюсь. Потому что, ну, все-таки задерживают. Иногда бывает, что задерживают поселки. Одежда дорогая. Ну, я дешевой одеждой не занимаюсь, на самом деле. Я занимаюсь очень, очень, очень хорошими копьями. А иногда даже и стоги попадаются. Очень, очень часто стоги беру, которые отшивались для оригинала. И там, если там отшили 300 тысяч штук, там обязательно какое-то количество попадает в стог. Байеры бракуют, там они даже швы считают. Вот. Если на один шоу, на сумках даже зубчики считают. Если зубчик там на один больше или меньше, уже бракуются. Это для них понятно. Только эксперт может это отличит. А мы это никогда не увидим. В чем брак. То есть там нет явного брака. Марина, поздравь меня на грузинском. Ой, дилечка, солнышко. Килотца в 2 марта. Дам де 2 марта. В Китае не отмечают 8 марта. Нет, Марина, вы очень правильно отвечаете. Спасибо вам. Когда выглядит? Не знаю. Когда сказали, что нас заберут в 4 утра? Сейчас 10 часов вечера у нас. Они уже 10 лет на разводе, но живут вместе. Сама Таня говорила, какой развод. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Я ничего не знаю, и мне это вообще не интересно. Абсолютно это не моя жизнь. Вы знаете, я так не люблю копаться в чужой жизни. Я обожаю, когда я только занимаюсь своими детьми, своей жизнью. Вот я не знаю, вообще у меня не получается. То ли у меня энергии не хватает на это, то ли на самом деле настолько вот... Ну, я не могу сказать, что мне на окружающих, там, нет дела на окружающих. Ну, если какая-то там проблема, я могу отозваться. Я как бы, я могу помочь, если это в моих силах. Но копаться в чужой жизни, это так, мне кажется, утомительно. Потому что в своей бы мне жизнь не разобраться. Со своими детьми, там, со своими проблемами, со своими... Ну, тут там, ну, всё, всё, вот. И счастье, и радость, и проблема, это всё. В принципе, какая-то эмоция, какая-то затрат... Затрачиваешь, наверное, на всё силы и эмоции. И на чужую жизнь у меня не хватает. Меня уже не хватает. Скучно были за Александра. Да, созваниваемся. Здесь сегодня много раз созванивались. Уже хорошо, что отель и питание предоставили. Да, ну, слава богу, да. Я так хорошо отдохнула сегодня. Прям хороший отель нам дали очень. Приятно на вас смотреть. Спасибо, какая... Мариночка, хорошенькая стала. Спасибо. Нормально всё с моей доченькой. Пусть кривляется, пусть всё будет у неё... У неё всё будет хорошо. И всё есть хорошо, и всё будет хорошо. Вот. Где посмотреть фото вещей и каталог? Я сейчас вам напишу. Так. Нижнее подчёркивание эксперт. Эй, вот. Сейчас я прикреплю. Всё, прикрепила. Смотрите, заходите, смотрите. Когда опять вы соедините с Александром? Ну, как только приеду с Китая. Вообще, у меня на 17-е билет. И надеюсь, что 17-го я смогу улететь. Ну, боюсь немножечко, что я не справлюсь. Моя... Может быть, мне придётся поменять билет на 25-е число. Может быть, не исключаю это твоя. Вот. А каталога нет. Вот зайдите в Fashion Expert. Это мой аккаунт. Вот. Я сейчас выставлю у себя в этом тоже рекламу. И будете переходить в посылки. В основном, в основном, маленькие размеры, 48-50. Не всё ест. Не всё ест, не всё ест, да. Но если есть большие размеры, я вот, например, никогда... У меня часто... Ну, конечно, каждый человек подбирает себе вещи. И я очень тщательно себе отбираю. Но всё, чтобы... Вот я бы с удовольствием от дела, всё купить не могу. И покупаю то, что уже ест в размере. Вот это беда, конечно, да. Таточка в Москве. Александр прилетит в Москву. Александр в Москву прилетает, по-моему, или 19-го, или 20-го. Он ещё не взял билет. Вот. Так, 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 так. Бог с вами приждёт, значит, вооружён. Про Тату. Да что вы докопались до Таты? Нормально всё у Таты. Вы грузинка? Да. Я грузинка. Ну, если он в Москве, если он останется, конечно, у нас. А куда он поедет-то? Вы умнички. Все же мы провели на море. Кайфушки. Да, это правда хорошо. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветики из Лондона. Приветик, Лондон. Приветик, 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 приветик. Ой, 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 что-то случилось. Перевернулось у меня. А потом вы куда полетите с Сашей? Ну, не знаю. Мы в мае вылетаем всегда на его день рождения. Куда он захочет, посмотрим. Это ему для рождения. Пускай сам выберет себе место, где ему приятно. Надя, я в гостинице в Бангкоке. Не смогла вылететь сегодня, потому что задержали мой рейс. И задержали чуть ли не на полсутки. И улетаю только в 4 утра. Ну, даже не улетаю, я только забираю нас в гостинице в 4 утра. Постоянное место жительства в Воронеже. Ну, практически большую часть своей времени я провожу в Воронеже. Никуда не сходила в Бангкоке, поскольку я очень тепло одета. А весь багаж сдала в аэропорту. У меня ничего с собой не было. Я вышла на улицу, мне стало так жарко. У меня аж голова закружилась. Я уже готова была поехать в этот, как его, в город. И думаю, там уж найду что-нибудь, переоденусь в каком-нибудь магазине. Думаю, что-нибудь, какую-нибудь тряпочку себе куплю. Но я даже до транспорта дойти не смогла. У меня аж с меня текла пот, не знаю, в три ручья. И я прибежала в гостиницу. Вот, встала под душ. И сижу, и никуда не вихожу. С наслуживающим 8 марта. Спасибо вам большое, Марина. А вообще, какие планы? Где хотите обосноваться с Сашей? Но Сашу, наверное, никуда не выкуришь с Воронежа. Поэтому у меня большого выбора нет. Так, можно примерный расход на двоих касательно вашего отдыха. Вот смотрите, я вот так вот посчитала, примерно на 4 месяца, примерно на 4 месяца уйдет 6-7 тысяч долларов. Это с квартирой, с едой. И даже на какие-то острова можно будет выехать. Ну, конечно, чем больше, тем лучше. Если будет 8, то это еще лучше, конечно. Ну, смотря кто, у нас, ну, многие очень сильно экономят. И у них намного дешевле обходится. Но мы не экономим, в принципе. Саша в этом плане, вот на отдыхе, он прям позволяет себе все. Вот. И бары, и рестораны, и... Ну, прям все. Поэтому у нас, конечно, как-то больше тратится денег, чем у многих других. Привет, злоски, вас тут у нас наступающим. Да, картвели харди, ах. Маришка, желаю тебе всего самого лучшего, ты этого заслужила. Спасибо вам, Маришка. Наступающим 8 марта, всех благи вас, счастья вам, девочки. Женского счастья каждому из вас. Каждый из вас, или каждому... Ой, с русской грамматикой у меня совсем беда. Как ваше самочувствие? Намного легче, сейчас намного лучше. Вы знаете, я нашла какой-то раствор, вот чего только я не пила, и каких только лекарств я не пила, и каких только я антибиотики пила, и все. И вдруг мне фармацевт говорит, у нас, говорит, есть какой-то раствор для носа, промойте этим раствором, и мне кажется, вам станет легче. И представьте себе, я начала промывать этим раствором, она тайская, немножечко соленая, туда какие-то еще лекарства добавлены, вот. И в общем, я обязательно потом выложу эту бутылочку, это какое-то чудо, прям чудо бутылка, чудо раствор. Я начала им промывать нос, и я за два дня, я в первую же ночь почувствовала, что мне легче. Представьте себе, она начала у меня все промывать, и ушком вот, ушки там, что-то зачесалось в ушках, прямо вот везде, везде, везде все промыло, и на второй день я встала человеком. Вы представляете, намного легче мне было. Вот я продолжала два дня, и все лучше, и лучше, и лучше. Держитесь, смотри, да выпьете шампусика. Как вы познакомились с Сашей? Ой, об этом уже много говорили. Саша был моим зрителем. И, как бы, сначала у нас было обычное общение, как со зрителем, а потом несколько раз встретились в Москве, увиделись, и вот так и завязались наши отношения. Морисовна, Татьяну, не держите обиду, не держите обиду, может, мы еще увидим хаустрый. Нет, на Татьяну никакую обиду не держу. Конечно, вот все, что сейчас выставили там, когда была в париве гнева, вы понимаете, как это у меня бывает, когда меня доводят. Конечно, я это все наговорила, естественно, это, ну, там есть правда, но эту правду я бы никогда не говорила, если бы Таня не начала у меня, ну, как бы, она всегда первая начинает. Я никогда не начинаю ни на кого нападать, я никогда в жизни ни про кого плохо первой не говорю. Это мне стоит только задеть, вот она меня задела, и меня тоже понесло. И все, что сейчас вот это вот развивают, вот в интернете что-то какую-то фигню пишут, уж давно про Татьяну ничего не говорила. Это вот то, что тогда вот она говорила несколько месяцев назад. А у Саши есть дети? Да, у Саши есть сын, замечательный парень, очень успешный, очень умный, дай Бог каждому, вот прям очень самостоятельный. И просто с большим уважением к нему отношусь, очень, с очень большим уважением. Я не знаю, как вы думаете, может Тата сойтись еще с Валерой. Я ничего не знаю, об этом я не думаю. Тата, в принципе, уезжает в заграницу на постоянное место жительства. Ну, и могут, и может быть, они и сойдутся, не знаю. Это уже их личное дело. У Саши 20-го. У тебя дочка балуется кое-чем. Чем, например? Привет из Георгиевска. У Саши есть дети? Как бы было хорошо, если бы ребята сошлись. Отличная пара. Вот раствор какой-то для промывания носа. Я обязательно сфотографирую потом и выложу обязательно. У меня сейчас в багаже этот раствор уже нельзя, никаких жидкостей, больше 100 миллиграммов провозить нельзя в самолет. Поэтому я все сдала в багаж. Вот прилечу, я обязательно сфоткаю и выставлю. Сступающим вас 8 марта. Успехов во всем. Спасибо. Антибиотики, наверное, помогли чуть-чуть капли. Я не знаю, я никаких изменений от антибиотиков не чувствовала абсолютно. Вот у меня все резко изменилось, когда я начала промывать этим раствором нос. Почему Саша выбрал вас, вы его типаж? Или почему он выбрал вас, чем вы его зацепили? Ой, спросите у Саши, я не знаю. Я уже написала деле, а у Саши 20 мая день рождения. Марина уже не пишет. Марина уже не пишет. Все нормально. Так, Саша общается с бывшей женой. Да, конечно, общаются они. Так, можно не общаться, когда у него, от него, от нее сын. Они дружат. Здравствуйте. Самая лучшая мама. Мне они очень нравятся, как семья. А Бетти... Такая малышка, да, моя Беттичка хороша, хороша. Это хорошая, неправда. ПМЖ как это? Вот так вот, ПМЖ, это постоянное место жительства. Вот так это ПМЖ. Мариночка, спокойно. Вас просто выводят на эмоции. Ну, может быть. Ну, что Тата будет жить на местах. Ну, у Таты китайский очень хороший, английский очень хороший. Тата уже нашла, с недвижимостью будет работать. Есть одна компания у наших знакомых, которые продают квартиры китайцам. И Тата может вполне работать с китайцами в этом направлении. Ну, наработаем. Если с головой все хорошо, то везде все можно найти. Работу и работу, и все. Ну, это один из вариантов, я говорю. Вариантов много. Мари, что за... Что заскрынило сейчас? А, заскрынило то, что пишет девочка Сергина. Сергина Ирина. Я вас уважаю. Мне как бы... Она кое-что написала, и я ее заскрынила. А вы похожи с его бывшей женой. Ну, если сказать внешне, то что-то есть, да. Как все это не шутки. Это, как она Африка, во мне кажется, только плачет. Мне вообще не кажется, мне вообще не интересно. Каждый живет так, как... Знаете, я вот придерживаюсь к чему? Конечно, есть очень тонкая грань между жизнью и шоу. То есть шоу, это интересно. Но шоу надо делать так, чтобы не стать фриком. То есть вот этот грань надо очень тонко улавливать. И очень прям... Это прям очень важно. Очень важно, потому что если затягивает и несет, то легко можно стать фриком. Прям фриком. Вот. Привет, Сабашья. Баша, привет. Судьба играет... Судьба играет человеку, как это ПМЖ. Судьба играет человеку, я не могу понять. Сергина, что вы пишете? Судьба играет человеку. Как это ПМЖ? Вот так вот. Я тоже встала и уехала в Китай. И всего добилась. И просто не было. И никому не будет. Но уж хуже, чем, простите, в России нигде не будет. Вы просто не понимаете, что здесь происходит. Потому что вы не жили нигде. И имеете очень мало информации. И верите СМИ, где вас там обманывают. И говорят, что вот, лишь бы только отвлечь внимание от внешних, от внутренних проблем, они сконцентрированы на внешние, типа, проблемы, Трамп, там, и еще что-то, еще что-то. Вместо того, чтобы говорить о том, что происходит внутри. Это во-первых. А вторая половина дня идет, кто кого разоблачил, кто кого, извините, поимел, и у кого от кого дети, и вообще какой-то маразм. Просто маразм какой-то. Вот. Деградация. Ну, показывает то, что народу интересно. Вот народ доведен до такой состояния, что им, кроме этого, наверное, ничего не интересует их. Ну, я не знаю, в таком обществе, в такой деградации, я не хочу, чтобы бетечка росла. И я никогда не говорила о том, что менять международное жительство, это очень легко. Нет, не легко. Я тоже уезжала, мне было не легко. И все уезжают, и всем нелегко. Ну, при желании всего можно добиться. Тата, в принципе, боец. А вот. А бороться за своих детей надо, чтобы создать им лучшее будущее. У меня это не очень хорошо получилось, можно сказать, потому что неправильная страна была выбрана абсолютно неправильно. То есть я очень сильно рассчитывала на себя. И только на себя. И это было неправильно. Какая-то поддержка, государственная поддержка у каждого человека должна быть. И в этом плане самый худший вариант, конечно, это Китай. Они никогда, ничем, никогда иностранцам не поддерживают. Это не Европа, это не Америка, это не Канада. А именно они своих-то, своим гражданам выплачивают деньги за то, чтобы они покинули страну и стали гражданами другой страны, поскольку им уже сам их очень много. И поэтому в этом плане с этой точки зрения не очень правильно была выбрана страна. Никогда гражданство не дают. То есть прожили 13 лет. Если бы я 13 лет жила где-нибудь там в Америке или в Канаде, у меня бы уже было гражданство и какие-то пособия. И уже бы, в принципе, претендовала бы на их пенсию. И правильно. Вот в этом плане я, конечно, в то время ошиблась. С другой стороны, я очень хорошо зарабатывала, и об этом не думала. И я думала, что я всем смогу сама лично себя обеспечить. Ну, в принципе, успешно работала, а потом вот это все рухнуло, и вот так получилось. Поэтому, конечно, выбор страны – это очень-очень-очень-очень важно. Худший вариант, худший вариант – это Китай, конечно, если уезжать на постоянное место жительства. Потому что вы никогда не добьетесь ни гражданства, ни пенсии, ни из никаких пакетов, ничего. Это дама целеустремленно вас выводит. Да я и не выхожу из себя, господи. А где-то жила, читать не умеешь. Ты о чем ты? Это точно, к сожалению. Нас я погрязла нищетям. Привет. О чем речь? Да, оставьте сплетни. Да, господи, меня эти сплетни абсолютно не задевают никак. Марина, привет тебе. С наступающим. С мемардом. Спасибо вам большое. В России идет геноцид народа. Собственного народа, я бы сказала. И я не боюсь этого сказать. Вот не боюсь, не побоюсь. На самом деле все очень плохо. С моей точки зрения. С наступающим праздником весны. 8 марта. Спасибо вам большое. Сухом твой дом. Тата боец. За счет вас. Здоровье и удачи. Да, это правда Канада. Канада самая лучшая. Ну нет, Канада не самая лучшая. Очень много разных стран, где можно успешно, конечно. Норвегия, я бы, например, Люксембург. А вот. Я в Монреале живу, тут все защищенные. Боже, как здорово, как хорошо. Как я ошиблась. После, с точки зрения, из-за того, что я занималась бизнесом, и мне было очень выгодно производить в Китае, потому что это самая дешевая рабочая сила была в свое время. И вот, поэтому, конечно, я очень неправильно поступила. Конечно, прожили очень обеспеченные жизни. Какое-то время, то есть, какой-то кусок времени. Но зато я потеряла время. И, естественно, если бы я уехала в свое время абсолютно в другую страну, даже если бы просто уехала бы в Германию, была бы намного лучше, конечно. Ну, вот. В выборе страны я очень ошиблась. И это из личных амбиций, потому что я тогда занималась бизнесом. И поэтому посчитала, что я сильнее любой страны. Я все себе смогу сделать. Мне так возникло. Ну, и не дадут границу. Ну, и что, зато у меня будут деньги. Ну, это был максимализм моей молодости. Я уже объяснила, почему я выбрала Китай. Потому что хотела заниматься производством, а рабочая сила была дешевая для меня. И инфраструктура была развита на очень высоком уровне. Прям вот на очень. О, Мишка, заходила уже. Ваш магазин заходила. Ужас. Спекуляция. Ну, сейчас спекуляция. Раньше не очень. Раньше была не спекуляция. Зачем? Ну, сейчас все равно мне это выгодно. Я этим занимаюсь. Там родственники в Китае или знакомые есть? А теперь в Китае не только знакомые. Сейчас за 13 лет, конечно, очень большое количество знакомых. И вообще самая близкая подружка живет в Гуанчжоу. У меня раньше она в Пекине жила. Вот к ней сейчас влетаю. Она из Франции. Она директора СМОДСКОЛ. А почему плохо в России? Ну, потому что зарплаты низкие. Страна вроде богатая, ресурсов много. А люди живут в нищете. И мне этот факт не нравится. Никаких сутс-пакетов, ничего. Люди... Вроде такая бесплатная медицина. А недавно совсем была передача, как... Лекарств нету. Лекарства надо покупать. А у людей из деревни, у них откуда деньги, чтобы покупать лекарства? Ну, в общем, принимают в больницах и относятся к людям ужасно. И все. Ничего хорошего нет. И на самом деле это или надо исправлять, или там делать нечего. Мне, например, да. Мне, в отличие от многих людей, намного легче всего добиться, поскольку я, ну, все равно с телека, как бы личность медийная, могу, конечно, где-то там пригрозить, где-то рекламу сделать. По-хорошему или по-плохому взять свое, там, а обычному человеку как. Ну, вот так бороться не хочу. И не хочу ругаться, и не хочу за свое место и за свое. То, что принадлежит мне по праву, за это как-то вот я его хочу спокойно получать. И еще я должна быть в этом уверена, а в этом никто не уверен сегодня. Вот девочка недавно раком умерла. Показывали по телевизору. Двадцать четырехлетняя. Потому что принимали ее то у них праздники, то врача на месте не было, то еще что-то, то еще что-то, то лекарств не было. И она вот в плачевном состоянии. А, не умерла, она, ну, уже все, у нее очень плохо все. Кто ждет с бабками? У тебя что, Сергина, я тебя заблокирую. Мне кажется, у тебя с головой проблемы. С бабками никто никого никогда не ждет. Самой надо все создавать. Там, где это сделается, можно сделать легче, и все. И где труд оплачивается по достоинству, а не так, как у нас. Мне кажется, у вас с головой проблемы. Тогда, кстати, очень скоро. Из Сухуми единица потеряла родину, Господи. Моя родина – это земля моя, дорогая. Я не мышлю так узко, как ты. Моя родина – это земля. Везде у меня родина. Я везде могу себе сделать и прекрасно жить. Родина. Если я родилась в Сухуми, это не значит, что я теперь не имею права жить там, где захочу и как захочу. Так, Захар, да, Ирина, да, Оля. Как там? Какой язык нужно знать, естественно? Непосредственно, конечно, китайский. Ну, поскольку мой рынок, мой маркет был российский, у меня очень много, очень большое общение было с людьми постсоветского Союза, поскольку и украинцы, и русские, и казахи, и вообще со всего бывшего Советского Союза были моими покупателями. Поэтому русские, естественно, и китайские, потому что... Оставаться в Китае – ужас. В Китае – ужас, в Китае отлично пошла, разочаровала. В Китае отлично в чем? В Китае я не сказала, что не отлично, но для жизни, для жизни иностранцу там ничего хорошего не светит. Ни больницы, ни соцпакетов, ничего абсолютно. Такая вы умная, прям Сергина, прям такая умная. А вы вообще из деревни выезжали куда-нибудь? Вы мне скажите, пожалуйста. Я там прожила 14 лет. Там бесплатно? Будешь помирать, кукурузу никто не подаст. Не то, что там какой-нибудь социальный пакет, рассчитывать на соцпакет или заболеешь, и тебе там что-то где-то в какой-то больнице примут. Вот тебе. В этом плане Китай – самый худший вариант. Для работы, пожалуйста, да, работать там можно, деньги можно зарабатывать. Но гражданство там не получите, разочаровала. Разочаровала ты разочаровываешь тут, сидишь всякую ерунду, наяриваешь мне, еще и ты разочаровалась. В Китае большие зарплаты, в Китае небольшие зарплаты, но в Китае одна партия, и там, конечно, те, которые у власти, они все заодно, и они умеют, как... Там тоже есть, конечно, коррупция, но там очень грамотно это делается, не так, как у нас в России, это раз. Во-вторых, деньги всего мира стекаются, естественно, в Китае, и за счет этого, за счет бизнеса они поднялись экстремально, там, конечно, шикарно. Там я и в Шанхае была, и в Шиньжине жила, и в Китае, в Шиньжине у меня производство было, в Китае магазины, в Пекине были магазины, в Гуанчжоу кош-галантерией занималась, как бы закупала и продавала. Ну, в общем, там, конечно, очень красиво, там, конечно, не знаешь, куда посмотреть, я выставляла эти фотографии, и прямые эфиры снимала. Там, конечно, там очень-очень-очень высокий уровень жизни, но не для иностранцев, а для китайцев. Если вы успешный бизнесмен, ну, вы можете делать бизнес, можете зарабатывать деньги, но никогда вы не получите ни гражданства, ни соцпакетов, ничего. Вдруг, если с вами что-то случится, что-то рухнуло у вас, все, вы окажетесь в большой беде. Да, китайский учила по приезду в Китай, да. Подскажите, как начать бизнес с Китаем? Ну, это смотря, что вам надо. Напишите мне в личку, задайте. Сергина, пока я вас не заблокировала, давайте, не несите тут понос, хорошо? За собой смотрите, пожалуйста. Вот это уже не есть норма, значит, у вас что-то не то с головой. Как вы можете замечать чужую беду, когда у вас беда прямо с головой? Вот для чего мне это все, все, что вы мне пишите, для чего? Вот для чего вы мне объясните? Если вы мне объясните и донесете до меня, то вам я кто вообще? Какую цель вы преследуете? Если цели никакой нет, если есть какая-то цель, то она явно не очень хорошая. И на это отвечаю, тем же и отвечу. А если с головой плохо, то полечитесь. Вас сегодня, Африкантова, с мужем поздравляли в прямом эфире. О, спасибо им большое. Родина там, где мы, родина, наша родина, это земля, все, я в этом убеждена. Я не мыслю маленькими такими узкими какими-то, я уже привыкла, я ничего, не ощущаю границ, хоть вы меня убейте. Вот я не ощущаю их. Да, я знаю, что границы это для того, чтобы, ну какая-то страна там бедная, другая успешная, третья. Ну вот это, конечно, это правда. Но дело в том, что для меня очень легко адаптироваться везде. Мне везде родина. Мне везде родина. Вы абсолютно правы. Я сейчас в гостинице, жду своего вылета. Сегодня, почти на сутки, полно полсутки задержали мне самолет. Не обращайте внимания на глупых людей. Нет, это не глупость. Нет, в некоторых случаях большая глупость. А в других случаях хочу понять цель. С какой целью человек так себя ведет. Если, ну, в принципе, понятно, что цель не очень добрая, не очень положительная. Поэтому тем же отвечу, естественно. К сожалению, российские национальности не так много. Я бы так не сказала. Русских везде много. И рассуждают очень ограниченно. В этом я согласна. Марина, спасибо за нужную информацию. Спасибо, если вам было полезно чем-то. Я обожаю ваш акцент. Просто супер. А я просто ненавижу ее. Я ничего с этим сделать не могу. И еще вот это вот у нас в грузинском языке нет женского и мужского рода. И для меня это просто какой-то кошмар какой-то. Мне настолько непонятно, почему ось и лось обе заканчиваются с мягким знаком. И почему одна из них женского рода, другой мужского. Вот для меня это не доходит. Я это не могу себе объяснить. И мне очень сложно с этим. Посоветуйте, пожалуйста, что делать, если мужчина только пользуется женщиной, а сам ничего не делает для женщины. Ну, не знаю, у вас это, ну, не понимаю. В жизни разные бывают ситуации. Иногда нам это надо, мы любим. А что такое любовь? Это самопожертвование. Вы жертвуете. Жертвуете, потому что любите. А если вы не любите, то не жертвуете. Вот и все. Вот. Ой, какая вы хорошая, как рада слышать и видеть. Спасибо вам большое, Сергей Иванович. Господи, Ирина, оставьте меня в покое. Я даже, мне кажется, сами не понимаете, для чего вы мне пишете. Марина, человек хороший человек. Спасибо, молодец. С наступающим. Что делать, если мужчина, как человек эгоизм, включая это, для женщины ничего не делается. Но я еще раз говорю, любовь зла и полюбишь и козла. Если вы влюблены, то вы будете жертвовать собой. И вы не будете жаловаться, потому что вам будет приятно жертвовать собой. Вам будет приятно. Если вы изначально на что-то одно рассчитывали, а получили другое, и вы не любили, ну, тогда, естественно, у вас, ну, тогда, ну, просто разорвите эту связь. Кстати, повезло, что у нее такая мама, как каменная стена, для нее всегда поддержите. Как дела у вас дела, хорошо дела. Богом клянусь. Марина, присмотритесь. Присмотритесь к чему? Нет, это очень красиво, правда. Акцент отпада. Спасибо вам, вы мне очень, знаете, внушайте мне какую-то уверенность, что ли, в себе. Я иногда даже, ой, слушаю себя и выключаю свои эфиры, думаю, господи, как же это могут люди вообще слушать меня. Я даже вижу, где я допускаю ошибки. Я слышу их сама, но ничего с этим сделать не могу. Марина, ты можешь только с Аргену терпеть. Да я ничего не терплю, господи. Круто сказали. С наступающим вас блокируйте эту селуху. Ну да, такие перечисляют Агудзера и всякую. Совсем, 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 совсем запущено там все. Добрый вечер, малинечка, с наступающим праздником вас. И тебе, Иллочка моя хорошая, и тебе женского счастья. Нам, всем, женщинам, всем нам. Марина, тетя с ней Монако поедет. Да, мы будем с ней меняться, с тетей другого выхода, пока не вижу. Я вас обожаю, у меня подруга, грузинка, очень добрая нация, и очень любите людей. Не злые, справедливые. Это 100% правда. Это 100% правда. Вот, на самом деле, грузины очень добрые, очень. Добрая нация. Простите, у меня от кондиционера. Простите мне, пожалуйста, Марина, вы сейчас где живете? Сейчас я живу в Воронеже. Наполовину, наполовину в Москве с Татой. Я вами восхищаюсь, это помнело, как вы с ней на руках оказались в окопе. Вы супер-женщина. А откуда вы это знаете, Блэк Мэкс? Да, это было, да. Это было в 1993 году, в октябре. Никогда не забуду. Боже мой, это был ужасный период моей жизни. Но как-то вот все, что не случается, все к лучшему, наверное. В таком хаосе, мы такой хаос мы пережили, войну. И все-таки, вот. У вас очень интересно слушать. У вас в Москве живут родственники? Да, у меня очень много родственников живут в Москве. Я тоже грузинов обожаю. Ой, Сергина, прекращай, чего ради Марина должна прислушиваться к вам. Вы несете бред. Расскажите, как выбрали имя внучки. Вы заболели? Я уже давно болею, я уже давно. Но я приеду, сейчас буду общий анализ крови сдавать, буду разбираться, что со мной. Нет. Но с иммунитетом что-то явно не в порядке у меня. У меня как-то, у меня сразу вот продуло и сразу болею. Продуло и сразу. Немножко ветерочек и сразу начинаю болеть. Я тоже говорю. Зинскую нацию люблю. Спасибо вам, Кариночка. Спасибо огромное. Лейла, Марина. С хорошим человеком из Грузии. С хорошим человеком, очень хороший, очень приятный мой ровесник. Какое горе, он вчера умер. К моему сожалению. А так хотелось счастья женского. Боже мой. Лилочка, сожалею. Ужасная новость, конечно. А, Тата рассказывала немного. Ну да, было такое, да. Было, Господи, с того дня, вот в 5 утра нас эвакуировали. Я никогда не забуду, я выезжала со двора нашего дома. И был запах Одессы. Вот когда вот виноград Одесса поспевает, она пахнет просто чудесно. И вот этот вот запах прямо у нас вдоль забора росла, вот этот виноград. И вот на всю жизнь она осталась, вот в моей памяти этот запах. И вы бежали, я даже забыла паспорт взять. Потому что я не могла поверить, что на самом деле война, это война настолько серьезная, что мы домой не вернемся. И потом, когда уже я прилетела в Россию без паспорта, представьте себе. И тогда еще не было границ, тогда еще не было государства Грузия, как отдельно взятое. Вот, только война шла, вот Шеварднадзе с Гамсахурдией воевали, что-то за власть. Это была уже внутренняя война. У нас была война с Абхазией, и еще и внутренняя была война. Вот, и я уже поняла, что там оставаться нельзя, и без паспорта улетела в Россию. И меня пустили. И у меня оказался сосед, мы сняли квартиру, и я дружила с женщиной, с Любой, никогда не забуду ее. У нее муж работал в полиции, он был майором полиции в Чкаловском районе, это было в Екатеринбурге. Вот, и он пришел и говорит, Мариночка, я уезжаю в командировку в Абхазию, что тебе привезти? Поскольку он знал, что я из Абхазии, я говорю, Сереж, вот мой адрес, привези мне мой паспорт, найди мой паспорт. И я уже забыла, долго его не было, и через 4 месяца он приезжает и привозит мне паспорт. Представьте, он приехал к нам домой, перевернул все и нашел паспорт, и две фотографии моей молодости, которые до сих пор у меня хранятся. Вот он мне привез, эх, ну вот. И с того дня я уже не видела ни своего дома и ни своих могилок своих предков. Я очень хочу побывать на могилке своего родного брата, но вот так жизнь повернулась, что 93-го года. Татья было несколько месяцев буквально, вот, мы уже туда никогда не возвращались, не видели свой собственный дом. Но ордер у меня есть, я его не теряю, я маме говорю, мама, храни этот ордер, может, когда-нибудь мы вернем свой дом. Мир без добрых людей, да, вы правы. Ой, мир действительно не без добрых людей. Вот. Ахаха. Ну ладно, ребят, я, наверное, вас уже достала со своими рассказами. Я вас покину. В общем, следите за моими новинками, заходите ко мне на аккаунт, фэшн, нижнее подчеркивание, эксперт, эйдь, и заказывайте. Вот. Сильные, смелые, вы правы. Иногда мне, когда пишут, что я очень умная, это, наверное, не могу сказать, что я очень умный человек, нет. А поскольку у меня нет хитрости, я очень добрая, и доброта берет верх, и она, как бы, у меня нет хитрости, вот, вот. Моя беда в том, что мне абсолютно, не то, что у ум, я сейчас неправильно выразилась, с умом это не имеет никакого отношения, я абсолютно бесхитростный человек. И это, конечно, очень мешало. Но смелая, это правда. Я очень смелая и очень сильная, да, это точно. Продолжение следует.